Гектары пшеничных полей еще какой-то месяц и нужно будет собирать урожай. Это Харьковская область, Изюмское направление. И здесь набирает оборотов одна из крупнейших битв. В этом месте российские оккупационные войска пытаются загнать один из своих ударных клиньев для продвижения на Донбасс. И здесь же украинские защитники пытаются разгромить врага. Победителю достанется и урожай пшеницы, хотя ставки намного выше. Мы боролим Украину. Вот жулики, какие напали на нашу страну. Это танкист Александр. Он подготовил свою боевую машину и ждет команды на выезд. Утро выдалось неспокойным, а от противника сейчас можно ожидать чего угодно. Прогрита уже. А, это ствол. Ствол. Так, бывает, не успевает и остывать. А копы, блиндажи и маскировка. Про обстановку подзвуки разрывов мин и снарядов на так называемом нуле в самых передовых позициях рассказывает этот украинский воин. Потихоньку, потихоньку продвигаемся. Мы не стоим на месте, двигаемся. Все как положено. Не даем им тоже покоя. Как и они. Так что все хорошо, все нормально. В данном направлении. Накануне, по данным Генерального штаба вооруженных сил, украинским войскам удалось выбить российских оккупантов из Домитровки, неподалеку от Изюма. Ну и противник тоже хочет не сильно покидать свою позицию. Ну ничего, покидает, при том быстро покидает. Российские войска позиции бросают, но когда подходит подкрепление, вновь пытаются продвигаться вперед. Давят массой, как во Вторую мировую войну. Сегодня целое утро. Идут обстрелы по нашим позициям и из разных видов ворога. Так, да. Сегодня утро такое у нас где-то часов шести. Вот это до сих пор так. Мы все на рациях, все укрепляем. Плюс летают постоянно их птички. Бойцы подозревают, что сегодня будет что-то неладное. Внезапно звучит команда «Приготовиться». Готовятся все, в том числе танкист Александр. И совсем скоро становится понятно почему. Разведка обнаруживает колонну российской техники. Вот ее видно на кадрах из беспилотника. Украинские военные прицеливаются и удар. Один, второй, третий. Колонна уничтожена. 11 единиц техники, среди которой танки, БМП и боевые машины «Рысь». Военные на радостях говорят об Итейском. С моего взвода. Три хлопца поехали жениться. Вот один вчера должен был жениться, один сегодня ехал жениться. Один, наверное, тоже женился. Отпустили на свадьбе. Вот решили в такое время завестись, обзавестись семьей. Скоро повернутся уже. Перейдут три дня медовыгдалы. По закону все четко. Все. Уже скоро вернутся. Атака российских войск добита. Есть шанс, что скоро получится собрать пшеницу тем, кто ее посеял. Андрей Хоменко, Александр Холомецкий. Белсад. Украина. Продолжение следует... Продолжение следует...